Итак, добрый вечер, дорогие друзья! Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно и видно. Слышно и видно. Зато я не вижу теперь чат. Ну вот. Сейчас, минуточку. И так, все нашла. Всем привет! Так, вижу Светлана. Добрый вечер! Если меня слышно и видно по 10-бальной шкале, оцените, пожалуйста, насколько хорошо видно и слышно. Супер! Так, Вадим видит, Светлана видит, слышит тоже. Так, Лия была, Танюшка была. Ну хорошо, остальные постепенно подключаются. Итак, о чем мы сегодня с вами будем говорить? Это эти загадочные буквы, БСД, БСК, БСТ. Что это такое, с чем это едят и вообще к чему это, да? Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Ну, даже не анонс, да, предыстория, откуда мы это узнали. Сейчас проходит тренинг «Навыки успешного предпринимателя». Каждое воскресенье, вот вторую неделю, каждое воскресенье до конца декабря мы обучаемся. И именно там, на этом тренинге, дают столько интересной, новой, полезной информации, что, ну, мне каждый раз хочется с вами поделиться. Я понимаю, что невозможно все за один раз рассказать, но мы вот немножечко частями будем с вами как раз и рассматривать то, что мы, что нам там дают. И почему я выбрала сегодня именно эту тему, БСД, БСК, БСТ? Я просто хочу показать, насколько наша компания, с которой мы сотрудничаем, компания «Арифлейм», насколько она, ну, величественна, что ли, насколько она надежна, насколько она, ну, вот, сделана на века. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Итак, все мы с вами сотрудничаем с компанией «Арифлейм» и с проектом «БМД-21». И компания «Арифлейм» основана шведами, братьями Робертом и Йонасом Афьёкниками в 1967 году. Почему же многие из нас выбрали именно компанию «Арифлейм»? Почему мы выбрали именно компанию «Арифлейм»? Есть такой человек, был такой человек, Джим Коллинз, очень умный человек, который создал команду около тысячи человек. И основная цель этой команды – это было изучение всех компаний с миллиардными доходами. В течение многих лет они анализировали работу компаний. В течение многих лет они искали критерии, по которым можно определить надежность компании. И они искали критерии, по которым можно определить компании, сделанные на века. У этого автора, у Джима Коллинза, есть книга «От хорошего к великому» и следующая книга «От великого к сделанному на века». Так вот, в итоге своей этой работы, в итоге этих исследований были разработаны критерии, по которым как раз и определялись компании, которые сделаны на века. И вот компания «Арифлейм» как раз относится к такой компании. Почему именно мы сегодня как раз и будем разбирать? Какие критерии рассматриваются, когда смотрят, что это за компания и насколько долго она может существовать? Итак, что такое БСД, БСК, БСТ? БСД – это большой стабильный доход. БСК – это большая стабильная компания. И БСТ – это большой стабильный товарооборот. Для того, чтобы получать большой стабильный доход, нужно работать в большой стабильной компании, у которой есть большой стабильный товарооборот. Это понятно? Плюсики, пожалуйста, поставьте, если вы меня сейчас услышали. Если вы меня услышали, что… Спасибо большое, вижу. Итак, для того, чтобы получать большой стабильный доход, мы работаем в большой стабильной компании с большим стабильным товарооборотом. И вот в эти критерии для определения большой стабильной компании входит 7 пунктов. 7 критериев. Первое – это продукт. Второе – ассортимент, качество, цена, история компании, руководство компании и лидеры компании. Вот Джим Коллинз, когда разрабатывал критерии, он выделил со своей командой вот эти 7 критериев. И любые компании теперь рассматриваются вот по этим 7 критериям. И мы с вами тоже сегодня рассмотрим компанию Арифлейм вот по этим 7 критериям. Итак, первый критерий – это продукт. Что за продукт? Все мы знаем, что Арифлейм – это косметическая компания, которая работает с косметической продукцией, с аксессуарами и с продуктами здорового питания. Вот когда мы говорим о продукте, здесь должны, ну, два момента, да. Первое – это продукт должен быть естественного спроса, а не искусственного. И второе – это продукт должен заканчиваться. Поговорим о первом пункте. Продукт должен быть естественного спроса. Что же это такое? Ну вот скажите, пожалуйста, кто из вас сможет прожить в течение месяца комфортно, обращая внимание, да, именно комфортно, не умываясь, не моя голову и не чистя зубы. Плюсики поставьте, кто может это сделать. Все умываются, все чистят зубы и все моют голову. Значит, мы можем сделать вывод, что косметическая продукция – это продукт естественного спроса. Это то, без чего человек не может прожить комфортно. А теперь скажите, пожалуйста, сможете ли вы, в принципе, достаточно комфортно прожить, если у вас не будет, ну, пусть, да, микроволновки, вот как нарисовано у нас на слайде. Можно как-то по-другому греть еду, если не будет микроволновки? Ну, я предполагаю, да, что можно, раз вы все молчите. Итак, вот этим и определяется, да, продукт естественного спроса. На сковородке, да, Гриша, можно греть на сковородке. Итак, продукт естественного спроса – это та продукция, без которой человек не может прожить комфортно в течение долгого времени. Так, еще один вариант. На костре очень хорошо. То есть мы сможем прожить без микроволновки. Значит, микроволновка – продукт искусственного спроса. Он не настолько необходим человеку, как зубная паста, скажем так, да, или как мыло, или как шампунь. И косметическая продукция. Так, еще один вариант. Духовка и мангал – здорово. Итак, без микроволновки точно проживем. Косметическая продукция – это продукция естественного спроса, и людям она необходима всегда, каждый день. Даже если, да, мужчины там говорят, мне не нужна косметика, но тем не менее мужчины бреются, чистят зубы и моют голову. Женщины вообще без косметики не могут прожить, да, не говоря о шампуне, зубных пастах и мылах. Мы пользуемся декоративной косметикой, мы пользуемся и тониками, кремами и так далее. Теперь дальше. Продукт должен заканчиваться. Если мы купим шампунь, через месяц он закончится, так ведь? То есть через месяц нам снова нужен будет шампунь. И мы можем обратиться к своему клиенту, мы можем обратиться к человеку опять с предложением купить шампунь. Но если кто-то из нас или кто-то из ваших знакомых купит один раз микроволновку, то второй раз это та же самая микроволновка, да, ему понадобится, ну, через энное количество лет в лучшем случае, да. А худше, может быть, эта микроволновка будет там десятилетиями стоять, и он ее уже больше не будет больше покупать. То есть вот эти два пункта, они как раз и говорят о том, что продукт необходим, он естественного спроса, и он должен заканчиваться. Продуктом естественного спроса, да, мы умываемся, вчера умывались, завтра будем умываться, через год, через два, через пять, через десять лет мы тоже будем умываться. Мы никогда не прекратим этот процесс, а если мы его не прекратим, то мы его можем возглавить. То есть мы можем встать во главе этого бизнеса. Если мы посмотрим индустрию прямых продаж в современном мире, то есть в современный сетевой маркетинг, то можете обратить внимание, да, что на долю косметики и продукции ухода за телом приходит 35% всех продуктов, которые продаются в индустрии прямых продаж. Следующая категория, это категория wellness, это продукты для поддержания здоровья и здорового образа жизни. То есть если проанализировать, то компания Reflame идет именно в ногу с мировыми тенденциями, и именно косметическая продукция и продукты здорового питания являются основными в линейке продукции компании Reflame. И вы наверняка знаете, что продукция wellness, она сейчас очень мощно продвигается, и мировая тенденция, что эта категория продуктов будет наиболее востребованной в ближайшие годы. Поэтому этот процесс обязательно нужно возглавить. Дальше, следующий критерий, следующий пункт, это ассортимент. Ну, все мы видели каталоги, все мы знаем каталоги, и мы видим, что у нас очень большой ассортимент. Каждый каталог у нас появляется новая продукция, причем от 30 до 70 новинок каждые 3 недели. Вот вы только подумайте, да, какая компания может себе позволить каждые 3 недели запускать какие-то новинки. А компания Reflame это позволяет себе. Дальше, более полутора тысяч наименований продукции вообще. И очень большим плюсом, очень большим, ну да, плюсом в копилку Reflame является то, что у Reflame 17 каталогов в год. То есть каждые 3 недели меняется каталог, каждые 3 недели меняется продукция, каждые 3 недели появляются новинки и так далее. 17 каталогов в год. И я еще хочу рассказать такой нюанс. Каталоги компания начинает разрабатывать за год до того, как они появляются. Ну, например, да, каталог, который у нас скоро начнется, 16 каталог, вот этот, его начали разрабатывать год назад. То есть год назад уже была готова концепция этого каталога, год назад уже были известны, какие новинки будут в этом каталоге, год назад уже были известны, была известна та продукция, которая будет в этом каталоге. То есть за один год заранее разрабатывается вот этот каталог. И если мы говорим о новинках, да, то уже за один год компания сам, уже предполагает, она уже знает, что у нее будет выпускаться через год. А если мы говорим о будущем, то сейчас уже разрабатываются каталоги, которые будут выходить, выпускаться осенью 2017 года. Вот как вы думаете, это плюс компании, насколько мощная компания, да, то есть она заранее предполагает, она заранее разрабатывает, она заранее планирует, она заранее видит, что у нее будет через год, через два, через три и так далее. Компания заранее знает, с какими из известных людей она будет сотрудничать через год. Поэтому это огромный плюс. И вот этот пункт, ассортимент, он вот прям большим жирным плюсом идет в пользу компании Reflame. Разработка, вот мы говорили, да, одного каталога идет, только концепция каталога идет за год. А если мы говорим о продукции, то некоторые продукции разрабатываются и тестируются в течение пяти, шести, даже десяти лет. Ну, например, да, если мы берем тот же самый Wellness, то он разрабатывался и тестировался в течение пяти, шести лет. Если мы берем такую серию, как Novage, это серия по уходу за лицом, то эта серия разрабатывалась и тестировалась в течение десяти лет. То есть очень много времени уходит на то, чтобы продумать, разработать, протестировать, получить патенты на то, что придумано, да, и потом уже только выпустить в каталог. Но таким образом компания показывает, что ей важна не только выгода, ей важно качество, ей важно то, что принесет, такую пользу принесет тот или иной продукт тем людям, которые будут его покупать. Понятно, что не вся продукция, да, будет вот в течение десяти лет разрабатываться. Но крупная, серьезная продукция, да, те же самые средства по уходу за лицом, средства здорового питания и так далее, они разрабатываются в течение очень долгого времени. Вот это нужно знать. Ну и вот, да, наверху на слайде вы видите, в 2013 году было 800 новинок, в 2014 900 новинок. И вот идет так же, каждый год количество новинок увеличивается, поэтому это тоже нужно знать и с гордостью об этом рассказывать. Дальше. Есть еще один такой факт, особенно когда бывает такая категория клиентов, например, да, такая категория людей, которые говорят, что я не пользуюсь дешевой продукцией Арифлейм, да, я вот пользуюсь Шанель там и так далее. Есть статистика, которая говорит, что Арифлейм продает больше парфюмерии, чем Шанель. И есть, потом я вам еще одну статистику покажу, да, которая показывает, что, ну, опять же, да, большой плюс в пользу Арифлейм, но это будет чуть позже. Дальше. Очень многие мировые бренды сотрудничают с компанией Арифлейм. То есть, Уолл Дисней, Адидас, Пума, Айфон, Адидас и так далее, Равента. Это мировые бренды, сотрудничающие с компанией. Дальше. Арифлейм официальный партнер недели моды в Москве. Это тоже нужно знать. Это факты гордости. Это то, чем мы можем гордиться и рассказывать об этом своим партнерам и своим клиентам. Дальше. Арифлейм лауреат ежегодной национальной премии «Здоровое питание». Если мы говорим о такой категории продуктов, как «Велнос», «Здоровое питание», то эксперт в области здорового питания, научный сотрудник Института питания Российской Академии Медицинских Наук Ольга Николаевна Григориан очень высоко оценивает продукцию «Велнос» и коктейлей «Натурал Беланс». Причем тут следует отметить, что Ольга Николаевна Григориан – это не сотрудник компании «Арифлейм», это постороннее лицо, которое просто видит результаты, которое изучает этот продукт, и она его рекомендует многим и многим людям. Дальше. Наталья Тайран – это научный сотрудник Научно-исследовательского института питания Российской Академии Медицинских Наук. Она рекомендует «Велнос» от «Арифлейм» для детей, она рекомендует педиатрам «Велнос» от «Арифлейм». Поэтому, если ваши дети уже едят детский «Велнос», то вы используете самые лучшие продукты. Знаете об этом и рассказывайте об этом своим людям, своим партнерам. Шведская национальная команда по беговым лыжам использует продукцию «Велнос». Дальше. Недавно, да, видели в чатах, была информация, что клуб «Динамо» «Рига» тоже заключил контракт с компанией «Арифлейм» на поставку витаминно-минеральных комплексов «Велнос Пэк». Многие звезды, Евгений Плющенко, дальше там будет Ирина Слуцкая, фигуристы, да, они рекомендуют «Велнос» от «Арифлейм», и они сами принимают, сами едят «Велнос» от «Арифлейм». Вот поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас все понятно на данный момент? Меня видно, слышно, вы все понимаете, воспринимаете? Спасибо, Григорий. Да, хорошо, спасибо большое всем. Итак, вот эти факты гордости, их нужно знать, ими нужно гордиться, их нужно рассказывать своим партнерам, их нужно рассказывать своим клиентам, и, ну, конечно же, самим знать. Я потом отдельно выложу несколько фотографий, несколько слайдов, чтобы вы могли более подробно уже почитать. Ирина Слуцкая, да, также рекомендует «Велнос» от «Арифлейм». «Велнос Пэк», именно она сама использует регулярно «Велнос Пэк» для женщин. Многие звезды сотрудничают с компанией «Арифлейм», причем звезды не только российские, да, но и звезды мирового уровня. Деми Мур, Моника Левинский. Очень много таких звезд, которые сотрудничают с компанией «Арифлейм». Дальше. Это был ассортимент. Следующее – это качество. Качество продукта. Ну, во-первых, да, те, кто пользуется продуктом, мы сами уже можем на себя ощутить качество продукта, и мы понимаем, что оно достойное. И вот здесь следует отметить такой момент. Компания «Арифлейм» работает в мире почти 50 лет. В следующем году будет 50 лет. И вот есть такая великолепная фраза, да, которую Эдуард Васильев вчера говорил, и я ее запомнила. Не могут столько человек столько лет ошибаться. То есть если мы говорим о качестве, значит, качество достойное, иначе бы в течение такого количества времени люди не пользовались. Так ведь? То есть не могут столько человек в течение такого долгого времени ошибаться. И это уже говорит само о себе. Если мы посмотрим каталог, то на последней страничке каталога, вот здесь, да, вот потом можете поинтересоваться, что за значки там. Как правило, там очень много значков, которые говорят о сертификациях в различных ассоциациях там и так далее, да. То есть потом на каталоге «Велнес» очень много тоже значков, которые говорят о том, что продукция «Велнес» прошла сертификацию. Ну вот, допустим, да, вот этот значок, ролик в треугольнике, говорит о том, что продукция «Орифлейм» не тестируется на животных никогда, и не тестировалась никогда. Натуральная продукция, то есть для того, чтобы получить возможность называться натуральной продукцией, для этого, это вот не просто, да, назвать натуральная шведская косметика. Нет, именно нужно получить разрешение. А чтобы получить разрешение, нужно показать все составляющие продукции, да, нужны патенты на все, нужно, то есть проводятся настолько глубокие и мощные исследования, что только после этого дают разрешение использовать слово «натуральное». Поэтому это тоже говорит о качестве продукции. Ну вот здесь на слайде, да, 49 лет на мировом рынке и 25 лет в России. Вот идет расшифровка значков, которые есть на каталогах «Орифлейм». Дальше. Многие, несколько раз компания «Орифлейм» была награждена премией «Товар года». И в 2014 году это была специальная номинация за высокое качество в категории «Декоративная косметика». Научные эксперты продукции «Велнос» – это лучшие шведские ученые, которые работают в центре «Гелеса». И «Гелеса» – это центр, который… вернее, оттуда идут самые лучшие разработки, самые инновации в области здоровья и здорового образа жизни. Дальше. Если мы говорим о продукции «Велнос», вот самый крутой значок, да, вот скажу такое слово, крутой – «ГМП», стандарт «ГМП». Это высочайший стандарт фармацевтического производства. И для того, чтобы получить стандарт «ГМП», нужно пройти очень серьезное тестирование, скажем так, да. То есть там идет требование ко всему. Вплоть до того, что не просто к составляющим продукта, да, не только к упаковке, не только к коробке, но и к помещениям, температура, влажность, во что люди одеваются, как ведется бухгалтерский учет, как… То есть вот ко всему, что касается той или иной продукции, например, да, продукции «Велнос», есть специальные требования. Если эти требования соответствуют стандарту «ГМП», то продукт получает вот этот стандарт. Вот этот значок «Стандарт «ГМП»» не все даже фармацевтические компании могут получить, не все лекарственные препараты могут получить, поскольку если есть значок «ГМП», это говорит об очень высоком качестве продукта, и об этом нужно знать. Дальше остальные значки вы тоже можете изучить, посмотреть. Ну вот «ГМП» – это, ну если по-простому, это самый крутой значок в фармацевтической области. Если есть «ГМП», значит это суперпродукт, и вот прошел он все тестирования, и все требования соответствуют. Дальше, следующее – это цена. Так, Светлана пишет. Следующий продукт – это цена. Все, ну наверняка, да, видели, есть продукция в каталоге разной ценовой категории, есть более доступная продукция, есть продукция чуть подороже, но опять же, да, ценовая политика такая, что, да, многие российские препараты имеют сертификацию «ГМП», но не все. То есть я не сказала, что… А, не имеют. Все, понятно. То есть, вот да, это очень высокие требования ко всему, все, что касается продукции. Поэтому не все могут пройти эту стандартизацию. Вот, спасибо, Светлана, за отзыв. Итак, мы идем дальше. Мы говорим о цене продукта. У компании очень гибкая политика ценообразования. Мы знаем, что компания работает более чем в 60 странах мира. И цена продукта зависит от страны. Ну, например, да, берем такой крем, как «Эко Бьюти», натуральный крем. В Швеции со скидкой «Эко Бьюти» стоит 289 шведских крон. Это в переводе на наши рубли примерно 1300 рублей. В России со скидкой крем «Эко Бьюти» стоит 399 рублей. То есть разница в 3,5 раза. Почему так получается? Потому что уровень жизни в Швеции выше, чем в России. Если мы возьмем, например, грецкий каталог Греции, то там получится, что цены выше, чем в России, да, если мы сравним, ну, соотнесем, цены выше, чем в России, но ниже, чем в Швеции. Почему? Потому что уровень жизни в Греции выше, чем в России, но ниже, чем в Швеции. На сайте Арифлэм есть раздел, где можно посмотреть каталоги стран, где работает компания. И вы даже можете сами, например, да, выбрать какой-то продукт, посмотреть и изучить, вот, сколько стоит в той или иной стране продукт, и сколько стоит он у нас. Дальше. Нет у нас, то есть мы не можем говорить, да, если какая-то компания, если кто-то говорит, а вот у нас продукт дешевле. Дешевой ценой хвалятся только те, кому хвалиться больше не о чем. То есть если мы говорим, например, о машинах, то никто из нас не хочет кататься на АК, да, ездить на АК. Мы все хотим ездить на хороших машинах. Дешевая машина – это АК. Хорошая машина, она дорогая. Поэтому, если мы берем покупку одежды, да, обуви для себя, для детей, то наверняка нам больше нравится покупать эти вещи в магазинах, а не на рынке. Поэтому у нас нет дешевых цен, но у нас есть продукция, доступная для клиентской базы, доступная для людей. Дальше. Ну вот, да, опять же, пример с туалетной водой Glacier Ace. Сколько стоит в России, сколько стоит в Швеции. Следующее – это история компании. Вот следующий критерий, на который обращал внимание Джим Холлинз – это история компании. Итак, давайте посмотрим, да, как развивалась компания. В 1967 году Роберта и Йонаса Фьёпники основали компанию «Арифлейм». И она изначально называлась, продукция называлась «Натуральная шведская косметика». То есть натуральная. Если мы вспомним историю, то 60-70-е годы это был бум, когда в моде было все синтетическое. Синтетические ткани, синтетическая музыка, да, вот эти вот. То есть синтетика была во главе всего. И именно в это время Роберта и Йонаса Фьёпники основали компанию, которая разрабатывала и производила натуральную косметику. И опять же, да, это говорит о том, что они, то есть у них была мечта, у них была идея не просто заработать, не просто создать компанию, а создать компанию, которая будет нужна людям. Дальше. В 1991 году компания «Арифлейм» пришла в Россию, но сначала «Арифлейм» начала просто изучать российский рынок. То есть она не сразу начала работать консультантами. В 1992 году начались первые продажи косметики в России, но сначала продажи шли через магазины. Дальше, если кто-то помнит, была передача «Поле чудес» и были там корзинки от «Арифлейм». То есть компания продвигала свой продукт, но пока не при помощи консультантов, а просто как бы, да, показывала, что есть такая компания и продвигала свой продукт. Дальше. Вот через 5 лет после того, как компания пришла в Россию, в 1996 году только начали появляться консультанты. И вот тогда они уже приходили к людям и говорили, «Здравствуйте, я консультант компании «Арифлейм». С 1991 по 1996 год компания делала так, чтобы люди, окружающие, знали, что за компания «Арифлейм». И когда уже приходили консультанты, люди уже знали о том, что есть такая продукция «Арифлейм», что есть такая компания «Арифлейм», что она работает в косметике, они знали о качестве продукции. И консультантам уже не нужно было объяснять, что это за компания. Понимаете, да, насколько продуманно работает компания, она заботится не только о себе, она заботится о тех людях, которые работают в этой компании, которые будут работать. Она заботится о своих консультантах. Дальше. В 1998 году это был кризис, да, кто помнит, кто не помнит, но тем не менее, даже несмотря на то, да, я просто помню ситуацию, когда доллар сегодня стоил 6 рублей, а за ночь он стал 20 рублей. То есть 6 раз вырос за ночь. И несмотря на то, что был очень сильный кризис, да, компания «Арифлейм» в течение 3 месяцев удерживала ту же самую ценовую политику, что до этого была. То есть основная мысль была такая. Да, в России кризис, но в других странах кризиса нет. Поэтому другие страны в этот момент поддержали филиал компаний в России. Дальше. 1999 год. Компания «Арифлейм» стала сооснователем Международного детского фонда, созданного ее величеством королевой Швеции Сильвией. Вообще Международный детский фонд создан европейскими королевскими семьями. То есть понимаете, да, что королевские семьи не будут связывать свое имя с какими бы то ни было компаниями, у которых, ну, не очень хорошая репутация. Так вот, у компании «Арифлейм» из множества компаний, которые хотели стать сооснователями Международного детского фонда, королевские семьи, да, вот этот детский фонд, созданный европейскими королевскими семьями, выбрал именно компанию «Арифлейм». потому что у нее была настолько чистая, незапятанная репутация, что королевские семьи ей поверили, и «Арифлейм» стала сооснователем Международного детского фонда. Дальше. В 2002 году праздновали десятилетие «Арифлейм» в России, и чествование лидеров, и чествование компании проходило в Кремлевском дворце съездов. То есть, опять же, это развитие компании, которая говорит о том, что компания всегда заботится о своих людям. Следующий момент. Акции компании. У компании «Арифлейм» есть свои акции. Если они есть, то, ну, как бы, да, условия для выпуска акций – это абсолютно прозрачная, чистая бухгалтерия. «Арифлейм» – одна из 35 компаний прямых продаж, чьи акции котируются на бирже. Оборотный капитал компании – это более 2 миллиардов евро в год. Ну и вот, да, то, о чем я говорила, чтобы выпускать акции, должна быть прозрачность бизнеса, публичный интерес и очень строгая отчетность. То есть, все должно быть прозрачно, все должно быть понятно для окружающих. Вот это понятно сейчас? Плюсиками, пожалуйста, поставьте, если все понятно на данный момент. Угу, спасибо. Вижу. Итак, идем дальше. Если мы говорим об «Арифлейм», то у компании «Арифлейм» есть свои производства и производственные линии. То никто из нас не задумывается, да, как доставить ту или иную продукцию в тот или иной город. То есть, мы можем иметь партнеров в разных уголках страны, но голова у нас не болит, как же нам доставить продукцию к тому или иному человеку. У «Арифлейм» есть свой научно-логистический комплекс, который этим и занимается. То есть, мы об этом не думаем. «Арифлейм» имеет пять заводов по всему миру. И один из заводов находится в России. Соответственно, компания заинтересована развиваться дальше в России и ей выгодно развиваться именно в нашей стране. Дальше. Следующее – это научный центр «Игелеса». Научный центр «Веллнеса» «Игелеса». Это то, о чем я уже говорила. Это центр, где разрабатывалась продукция «Веллнес» в течение многих-многих лет. И разработчиком этой продукции является всемирно известный кардиохирург, человек, имеющий отличную репутацию в медицинской среде. Это профессор Стик Стэн. Более подробно вы можете изучить о нем, да, сами посмотреть в интернете, можете посмотреть информацию, можете посмотреть вебинары «Веллнес». То есть Стик Стэн – это человек, опять же, да, у которого чистейшая репутация. И репутация человека, который очень хорошо разбирается в этой области. Ну и можете сравнить рост доходов «Арифлейм», то, что было раньше, и то, что сейчас, да, за какие звания, какой годовой доход. То есть компания улучшает маркетинг-план для того, чтобы доходы наших лидеров, наши доходы росли. Если вот, да, вы видите в черном столбике, в первом столбике черными цифрами – это то, что было раньше, какой годовой доход, то второй столбик – это тот доход, который сейчас имеют лидеры с нынешним планом успеха. Дальше. Автопрограмма. Ну тут даже не нужно говорить, наверняка, ну вот те, кто в Чебоксарах, например, да, я очень часто сталкиваюсь либо, ну вот машины, да, либо с надписью «БМД», либо с надписью «Арифлейм». Вот, поэтому автопрограмма, она работает, и мы тоже в ней можем участвовать. То есть это уже факт, и об этом, ну тут даже спорить не о чем. Ну это вот как раз, да, международный детский фонд, и наши лидеры тоже проводят различные мероприятия в детских домах для детей в трудных жизненных ситуациях. Королева Швеции, Сильвия, сотрудничает с компанией «Арифлейм». Была создана, именно, был создан парфюмерный аромат «Солиден», это был парный аромат мужской и женский, совместно с королевской парой, с Читой, Швеции, совместно с королевской Читой, Швеции. Дальше. Лидеры компании «Арифлейм» несколько раз приглашались в Нобельхолл. Нобельхолл – это место, где награждаются нобелевские лауреаты, и именно там проходило мероприятие с участием лучших лидеров «Арифлейм». Наши наставники, Эдуард и Наталья Васильева, уже несколько раз тоже были в Нобельхолле. И я вам скажу, у нас тоже есть такая возможность, потому что периодически, с определенной периодичностью, компания «Арифлейм» проводит в Нобельхолле свои мероприятия, и лидеры с самым большим ростом могут туда попасть. Так что все в наших руках. Дальше. Банкеты директоров. Ежегодные закрытые мероприятия компании, которые проходят в июне. Шикарнейшие мероприятия, которые проходят в Москве. И эти мероприятия, банкеты и мегафорумы, также получают признание и включены в справочник лучших мероприятий. Опять же, это говорит о качестве самих мероприятий и о том, как относится компания к своим лидерам. Галла-ужин в Париже во время золотой конференции в 2013 году стал самым дорогим в истории «Арифлейм». Золотая конференция в Париже заняла третье место на Европейском фестивале лучших мероприятий. То есть вот видите, да? Золотая конференция в Париже заняла первое место на церемонии награждения премии «События года» в номинации «Выездное мероприятие года». Не только продукты, не только лидеры, не только сама компания, но и те мероприятия, которые проводит компания, тоже получают очень высокую оценку. Лидеры «Арифлейм» в путешествиях уже 7 раз обогнули земной шар. Если вот километраж считать, уже 7 раз обогнули земной шар. Дальше. Если мы берем ассоциацию прямых продаж, то компания «Арифлейм» является официальной ассоциацией. То есть кому интересно, вы можете забить прямо в поисковике. Да, окей, Google все знает. Ассоциация прямых продаж. И «Арифлейм» является старшим членом ассоциации прямых продаж. «Арифлейм» – обладатель почетного диплома за поддержку олимпийского движения и так далее, и так далее. То есть видите, очень много наград у компании и признания мероприятий, которые проводит компания. Официальная косметика «Шоу Голос» – это «Арифлейм». «Арифлейм» занимает третье место в России по количеству онлайн-заказов. Больше нас только «РЖД» и «Аэрофлот». Дальше уже идет «Арифлейм». Это вот опять же об истории компании. Очень много всего, что говорит о том, что компания действительно сделанная на века. Дальше, следующий пункт, шестой. Это руководство компании. Президент «Арифлейм» Магнус Брэнстром избран председателем Европейской ассоциации прямых продаж. То есть есть ассоциация прямых продаж России, есть Европейская ассоциация прямых продаж. И вот президент «Арифлейм» является председателем Европейской ассоциации прямых продаж. Это очень высокое признание. Это очень высокое признание человека и компании, в которой работает этот человек Магнус Брэнстром. Дальше. Роберт Афьёплик – это один из братьев-основателей. И он стал почетным обладателем премии. И вот здесь он является казначеем Европейской ассоциации прямых продаж. То есть что такое казначей? Это человек, который распределяет деньги. То есть он занимается распределением денег. И очень высокое доверие именно к компании «Арифлейм» и к его основателям, раз им доверяют деньги всей ассоциации. Опять же, это настолько большой факт гордости, что это нужно знать. И вот это внутреннее чувство гордости за то, в какой компании мы работаем. Братья Афьёплик удостоились медали королевского шведского общества, как шведы года. Вот они, Йонас Афьёплик и Роберт Афьёплик. Дальше. И вот пока мы перейдем, ну прежде чем перейдем к следующему слайду. Александр Афьёплик – это сын Роберта Афьёплика. Сейчас тоже в руководстве компании «Арифлейм». Но, да, вот просто небольшая история, как он пришел в компанию. То есть он пришел в компанию изначально работником склада. И несколько лет работал работником склада. Просто склад, где собирают продукты, да. Он не сразу стал в руководстве, хотя мог быть. Дальше. Через несколько лет он уехал в Латинскую Америку и уже был начальником склада. И вот так постепенно, постепенно, да, с самых основ, с самого начала, да, с сортировки продукции, с разбора продукции, со сбора заказов, вот с этого уровня он начинал свою карьерную лестницу в «Арифлейм». И вот пройдя все этапы, только потом он стал одним из руководителей. То есть, опять же, да, ценности превыше денег. Не только деньги важны, но и человеческое отношение к людям, к окружающим. И, ну, вот это вот, да, настолько, когда Эдуард вчера рассказывал, настолько вдохновляло, вот чувство гордости появлялось за то, где мы работаем. Ну, и последнее, это лидеры компании, да, последний пункт, это лидеры компании. Ну, тут просто нужно сказать, вот в какой стране находится лидер номер один в той или иной сетевой компании. Если мы берем компанию «Арифлейм», то лидер номер один – это Томила и Владимир Полежаевы, это россияне. Лучший результат мира – это российский результат. О чем это говорит? О том, что маркетинг-план компании очень хорошо подходит для нашей страны. И нам остается только развиваться. Самая большая премия вообще в индустрии сетевого маркетинга, в индустрии прямых продаж – это 1 миллион долларов. Его получила Томила Полежаева, бриллиантовый президент. То есть есть в карьерной лестнице такая ступенька, это самая высшая ступенька в компании «Арифлейм». И это единственная премия во всей индустрии прямых продаж. Дальше наши лидеры – Наталья Эдуард Васильева. Это мощнейшие лидеры, у которых самые лучшие наставники, наверное, потому что всегда идет и поддержка. И это вот те люди, которые готовы всегда помочь. И мы можем всегда к ним обращаться. Вот как раз здесь фотография – это Нобель Холл, где уже несколько раз были наши наставники Эдуард и Наталья Васильева, где идет честование лучших лидеров, самых быстро растущих лидеров компании «Арифлейм». Наталья Эдуард Васильева входит в ТОП-15 России. И, ну вот, да, это совет, когда собирается ТОП-15 России и обсуждают какие-то глобальные вопросы, как дальше будет компания развиваться. Ну и вот здесь внизу две фотографии. Это фотография, сделанная на частном самолете. Вообще, Чебоксары, я вот сейчас говорю о Чебоксарах, Чебоксары – единственный город, не миллионник, куда приезжал частный самолет компании «Арифлейм». То есть обычно это, ну, вернее, необычно, самолет летал в Казань, в Москву, в Питер, в Краснодар. Чебоксары – небольшой город по сравнению с этими городами. Да, это город не миллионник, но у нас руководство компании прилетало на этом самолете. То есть, опять же, да, это доверие к нашим лидерам, это доверие к тем людям, которые работают, доверие к партнерам. Очень много людей, выполняя функционал, выполняя то, что нужно, получают свои чеки. Вот фотография как раз показывает об этом, что, в общем-то, да, все зависит от нас. Путешествия, вот наверняка многих из нас вдохновляют путешествия, путешествия в разные страны. Автомобильная программа, об этом мы уже говорили, да, это факт, опять же, это то, с чем невозможно спорить. Мы видим эти машины каждый день. И вот если мы говорим о команде глобально, более чем 63 страны мира, почти 2 миллиона долларов товарооборота в месяц. В команде 35% мужчин, 40 автомобилей ежегодно по автопрограмме. В команде 60% женщин, очень много семейных пар, почти треть это семейные пары, которые работают в нашей команде. Дальше. Многие партнеры смогли участвовать в программе недвижимость при помощи компании Reflame. И вот более 60 тысяч партнеров и каждый месяц, каждый каталог увеличивается количество партнеров, которые приходят к нам в команду. Дальше. У нашей команды есть принципы. Я эти принципы потом вам выложу в чате в лидерском. То есть, если вы не знаете, что делать, делайте. Читаем принципы и делаем. Делаем, делаем, делаем. В принципах все написано. Принципы это то, что является основой, то, на чем базируется вся работа в нашей команде. Итак, и вот если мы берем вот эти 7 пунктов, да, вот то, что Джим Коллинз, 7 критериев, по которым Джим Коллинз изучал все компании, то по всем 7 пунктам у нас идут только плюсики, плюсики, плюсики. Поэтому компания Reflame это компания, сделанная на века. И сотрудничество с ней дает только, вернее, если мы будем выполнять все функциональные обязанности, сотрудничество с компанией дает то, ради чего мы сюда и пришли. Если мы вспомним функционал, да, то одним из функциональных обязанностей для роста и развития является это рекрутирование, приглашение. Приглашение новых партнеров. И вот для того, чтобы всегда, всегда, всегда развиваться, всегда нужно приглашать. Вообще для себя поставить такую цель, научиться делать одну регистрацию в день. Да, это не сразу будет получаться, но постепенно к этому можно прийти. Одна регистрация в день. И начинаем мы всегда со списка знакомых. Вот список знакомых это основа, с чего мы начинаем, и мы никогда его не отпускаем. Даже если мы один раз приглашали человека, мы можем к нему вернуться второй раз, третий раз, через определенный промежуток времени. Параллельно со списком знакомых, параллельно с работой со знакомыми, мы создаем странички ВКонтакте, например, на холодном рынке учимся работать. Мы работаем личным брендом в страничке ВКонтакте, мы работаем в одноклассниках и так далее, и так далее. Но просто просьба, да, основа это все-таки список знакомых, потому что со знакомыми легче всего работать. Вам не нужно вызывать доверие у них, да, то есть вы их уже знаете, они вас знают, и с ними легче работать и общаться. Поэтому рекрутирование это основа. То есть если нет рекрутирования, то, соответственно, постепенно, постепенно, опять же, будет, ну, либо мы будем стоять на месте, либо мы просто не будем расти. А поскольку мы все пришли расти, и тем более вот после того, как, ну, вот я узнала, да, эти семь фактов, эти семь критериев, ну, для меня, ну, вообще, да, понимаешь, насколько компания мощная, насколько компания, во-первых, заботится о своих людях, да, и у нее есть ценности, которые, ну, выше, чем просто деньги. Поэтому работаем, развиваемся, вот, и, как бы, да, помним вот эти семь критериев, и мы можем уже о некоторых из них сами рассказывать, потому что это факты, и это то, чем мы можем гордиться. Вот сейчас, пожалуйста, цифры 5 поставьте, все ли было понятно. Если все было понятно, ставим цифру 5. Если есть вопросы, вы можете сейчас написать в чате, и мы их разберем. Хорошо, спасибо всем большое. Итак, на сегодня мы с вами завершаем. Запись видео. Запись видео я выложу в общем командном чате. И вы можете скинуть это видео потом и своим партнерам, чтобы они посмотрели, да, тем людям, которые хотели подключиться, но не смогли подключиться, например. Обязательно покажите. Это факты, которыми мы гордимся. Это факты, которые мы должны знать. Лидеры, вы должны знать эти факты и уметь о них рассказывать. На сегодня все. Спасибо большое всем. Завтра в 18.30. Планерка, как обычно, по Skype. Всего хорошего. Продолжение следует.